Театр начинается с вешалки, но сейчас туда ходить не рекомендуют. Зато торговый центр теперь начинается с дезинфекции. Эта нехитрая мера может уберечь вас от гриппа, ОРВИ или даже коронавируса. Ажиотажа нет, но и покупателей для середины рабочего дня достаточно. Самый популярный отдел в гипермаркете – бокалея и консервы. Гречка. Лидер продаж – гречка с небольшим отрывом на втором месте в рейтинге покупательских предпочтений – рис. Работники торговли уверяют – товара в магазине не просто достаточно, а с запасом. Сейчас продуктов хватит на месяц, а скоро и запас увеличат в несколько раз. Заказы поставщики обещают выполнить вовремя. Гречка обыкновенная, гречка зеленая, гречневый продел – вот здесь всевозможные виды риса для японской кухни, для плова. Очевидно, дефицита круп в этом торговом центре Одинцовского округа не наблюдается. Впрочем, как и во всех остальных поводах для паники нет. Закупать продукты в плановом порядке. Дефицита нет и не будет в один голос рекомендуют сотрудники торговых предприятий и администрация Одинцовского округа. Впрочем, после посещения магазина сомнений не остается и у покупателей. Паниковать не стоит. У нас товара очень много, его достаточно, перебоев с поставками нет, поставщики выполняют все свои контракты, то есть у нас товара достаточно. Могу сказать, заявить как бы следующее гражданам Российской Федерации, что паника в связи с коронавирусом – это ложь. И другим средствам массовой информации я прошу всех не верить, потому что все товары, продовольственные в том числе, они есть в любых магазинах, на всех полках они есть. На всю жизнь все равно не наберешься. Я так думаю, что поставки все равно будут продуктов, питания и ажиотаж какой-то возводить из всего этого, какую-то панику. Но я думаю, это излишне. Фейковых сообщений о ситуации, связанной с коронавирусом, много. В социальных сетях теперь даже составляют их список. Чтобы быть в курсе и получать достоверную информацию, лучше всего следить за новостями в мессенджере Телеграм, канал Мособлштаба. А оставшиеся вопросы можно задать по телефону горячей линии. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.